Всем привет! Меня зовут Наталья и я рада вас приветствовать на своём канале «Вкусно просто быстро!». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом фантастически вкусного торта. Торт называется «Клубничное наслаждение». Я очень рекомендую вам его приготовить, торт действительно божественно вкусный и ароматный. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 9 см и весом 700 г. Давайте приготовим. Начнём приготовление с бисквита. Сразу соединим вместе 120 г или 6 ст. л. безверха сахара и 15 г или 3 ч. л. ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. 120 г или 6 ст. л. безверха пшеничной муки и 5 г или 1 ч. л. разрыхлителя для теста. 30 г или 3 ст. л. растительного масла и 30 г или 2 ст. л. молока комнатной температуры. В чашу вливаем 4 яйца. Добавляем щепотку соли. Взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 3 минуты, яйца взобьются в лёгкую пену. Когда яйца взобьются в лёгкую пену, постепенно добавляем к ним сахар с ванильным сахаром. Я добавляю часть сахара, взбивая примерно 30 секунд и добавляю следующую часть сахара. Так постепенно вводим весь сахар в яичную массу. Когда весь сахар ввели, продолжаем взбивать на максимальных оборотах миксера еще примерно 6-8 минут, в зависимости на сколько мощный у вас миксер. Яичная масса должна посветлеть, увеличиться в размере примерно в 3 раза и на поверхности будет виден рисунок от пенчиков, который сразу не растекается. Просеивая в 2 этапа, добавляем пшеничную муку и разрыхлитель для теста. Аккуратно перемешиваем круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния. Сначала я слегка встряхиваю муку, чтобы она равномерно распределилась. Тогда её легче перемешивать и объединять с тестом. А потом аккуратно перемешиваю круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния. Добавляем немного теста к растительному маслу с молоком. И перемешиваем до однородного состояния. Добавляем столько теста, чтобы масса не была сильно жидкой или сильно густой. Переливаем смесь в тесто. Перемешиваем аккуратно, круговыми движениями до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса стала однородной, достаточно. Масса должна оставаться воздушной. Я выпекаю бисквит в разъёмной форме диаметром 19 см. Дно и бока формы закрываю пергаментной бумагой. Медленно переливаем тесто в форму, даём возможность выйти большим пузырькам воздуха. Вставляем в центр формы палочку до дна и не отрывая дна, рисуем палочкой спираль по часовой стрелке, чтобы выпустить большие пузырьки воздуха. Поднимаем форму на 10 см вверх и роняем на стол. Так повторяем 2-3 раза, тем самым выгоняем маленькие пузырьки воздуха. Убираем выпекаться в заранее разогретую духовку и выпекаем при температуре 170 градусов, ориентировочно 40-45 минут. Пока бисквит выпекается, духовку открывать нельзя. У меня бисквит выпекался 42 минуты. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем середину, так как середина пропекается самой последней. Если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит бисквит готов. Пару раз ударим формой об стол. И освобождаем бисквит от формы и пергаментной бумаги. Перекладываем бисквит на решётку верхней стороной вниз и даём остыть до комнатной температуры. Остывший бисквит заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Подготовим клубничное пюре для крема и желе. 500 граммов клубники очистим от водоножки, промоем и просушим. Пюрируем клубнику в блендере. И протрем через сито, чтобы удалить косточки. Чистый вес пюре после удаления косточек у меня составляет 450 граммов. Полученное клубничное пюре разделим на 2 части. Для крема я беру 90 граммов, для желе оставляю 360 граммов. 90 граммов клубничного пюре на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой, доводим до кипения. Когда пюре закипит, делаем огонь минимальным и провариваем клубнику в течение 20-30 секунд. Далее снимаем с огня, ставим в сотейник чашу с холодной водой и охлаждаем до комнатной температуры. После проваривания и охлаждения из 90 граммов клубники получается 70 граммов клубничного пюре. Это пюре мы будем использовать для приготовления крема. Когда пюре остынет, накрываем сотейник крышкой и убираем в холодильник. Приготовим клубничное желе. С 30 граммом или миллилитром воды, это 2 столовые ложки, добавляем 6 граммов или 2 чайные ложки желатина. Размешиваем и оставляем набухать. С 360 граммом клубничного пюре добавляем 40 граммов или 2 столовые ложки без верха сахара. Перемешиваем и ставим вариться на плиту. Варим на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой. Доводим массу до кипения, делаем огонь минимальным и провариваем в течении 2-3 минут. Желатин к этому моменту должен набухнуть. Если у вас желатин набухает долго, то смешайте его с водой заранее. Добавляем разбухший желатин в клубничную массу и перемешиваем до однородного состояния. При желании, если хотите, чтобы у желе был более насыщенный цвет, то можно добавить немного красного красителя. Я не добавляла. Делим клубничное желе на 2 равные части и оставляем на столе. Приготовим крем. Растопим 80 граммов белого шоколада. Шоколад можно растопить на водяной бане или короткими импульсами на кроваволновой печи. Оставляем шоколад на столе остывать. К 500 граммам сливочного сыра добавляем 80 граммов сахарной пудры и 100 граммов сливок жирности 30-35%. Забьём всё вместе миксером до однородного и воздушного состояния. Сливочный сыр в данном рецепте можно заменить творогом, приготовленным из кефира. Ссылку на рецепт «Приготовить творог из кефира» я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Добавляем ранее растопленный шоколад. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 70 граммов охлаждённого клубничного пюре. Больше чем 70 граммов пюре добавлять я не советую, чтобы крем не был жидким. Плотность крема также зависит и от сливочного сыра. Проверила на своём опыте и с данным сыром у меня крем получился довольно-таки мягким. Когда готовлю крем с творогом, приготовленным из кефира, крем получается сразу стабильным. Чем менее стабильный крем на данном этапе, тем дольше будет стабилизироваться собранный торт. Но на вкус это никак не влияет, крем получается очень вкусным и нежным. Сразу отложите 3 столовые ложки крема, этим кремом в конце мы обмажем бока торта. А пока этот крем убираем в холодильник. Подготовим бисквит для сборки торта. Чтобы бисквит в торте был светлым и нежным, я срезаю бисквит на верхушку и низ. Когда разрежу бисквит на корже, так же обрежу и бока. Но это по желанию, если не хотите, можно не обрезать. Бисквит разрезаем на 3 коржа. Так как он очень нежный, я разрезаю его ножом. Бисквит получается очень вкусным, нежным, воздушным, не сухим. На его основе можно готовить разные торты, советую обратить на него внимание. Приготовим пропитку для коржей. К 100 граммам или миллилитрам сливок жирностью 30-35% добавляем 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Перемешиваем до однородного состояния. Ванильный сахар должен полностью раствориться. Равномерно пропитываем коржи всей пропиткой. Сформируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку, устанавливаем разъёмное кольцо и ацетатную плёнку. Делим визуально крем на 3 части и покрываем первый корж 1 третью частью крема. Так как у меня крем не стабильный, то я просто обмазываю кремом ацетатную плёнку. Если у вас крем стабильный, то сделайте небольшие бортики. Аккуратно равномерно выливаем на крем половину клубничного желе. Накрываем вторым коржом, корж слегка придавливаем. И повторяем слои. Корж покрываем 1 третью частью крема. На крем равномерно выливаем оставшуюся половину клубничного желе. Накрываем третьим коржом, корж слегка придавливаем. Покрываем оставшимся кремом и убираем торт в холодильник, чтобы он стабилизировался. Я свой торт убирала на ночь, он провёл в холодильнике 12 часов. Если при сборке торта крем стабильный, то торт можно убрать в холодильник на 3-4 часа. Смотрите по крему. Охлаждённый торт освобождаем от кольца и ацетатной плёнки. Обмазываем бока торта ранее отложенным кремом. Украшать торт можно по своему желанию. Я обсыпаю бока торта измельчённым белым шоколадом. Сверху украшаю свежими ягодами из шоколада. Кладу 4 ягодки черники и вокруг каждой ягодки делаю розочку из клубники. Просветы между клубникой посыпаю белым шоколадом. Торт готов, его можно подавать к столу. Торт очень вкусный, мягкий, нежный, ароматный. Советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.